всем всем привет муж привет друзья я буду сегодня говорить с повышенным тоном во гневе как иисус помните в храме с кнутом когда выгонял всех продающих покупать их друзья написано в слове божьем накорми голодного одень на голову о приюте странника напитать душу страдальца друзья у нас не двухэтажный дом у нас однокомнатная квартира очень очень тесно смотрите там на диване один человек спит тут на диване другой вот человек приехал недавно в америку с киргизстана наш он у меня ихтер все его знают тоже мусульманин и вот эту брат мусульманин он позвонил сегодня по телефону ну чтобы что-то там с бумагами разобраться человек николай которому я поручитель с россии он это он его ко мне направил сказал может вера тебе там с бумагами поможет да и он по телефону даже не смог разобраться его зовут очень тяжело до 41 год он вот только-только вышел с детеншина тетя вера вот мне подсказал помогла вот ребятами да я ему сказала приезжай к нам домой но он даже сам предложил можно к вам приехать я сказал приезжает данном месте разберемся да очень вот парни помогли да и я помог с группами на все группы и резюме все ихтеры рассказал за работу да и в общем и я свою работу сделала правильным резюме там ну втроем все подсказывали друзья я во гневе христиане пастыря служителя не обижайтесь на меня но я во гневе как иисус христос был во гневе у многих людей есть двухэтажные дома человек вот этот который не он новый год справлял знаете где не поверите на улице он никого не знал его если я не знала души у него групп не было все знают что я могу поехать забрать и даже на полу у нас тут жили смотрите два дивана да вот вот посредине диванов сейчас вот муж в раскладном кресле и вот тут между диванами есть еще вот место до между диванами вот тут на полу между диванами еще парень я стрелила одеяло тут спал один там два на этом диване один кресле 6 человек одного друзьям и в спальне даже многих поселяли у себя в спальне и ихтер ты не помнишь чтобы не думали что я вру тебя не было у нас руслан в спальне жил украинец а то андрей помнит андрей если ты меня слышишь напиши в комментариях что ты помнишь как у нас зиля спала у меня в спальне на моем диване мусульманка она муж у нее русский о вот ихтера друг усман он у меня тут на диване тоже жил меня много мусульман жили буддист атеист был украинцы вся все потому что проповедовать есть те грейтесь и питайтесь это одно друзья молиться читать библию каждый день это вас не спасет написано на питай душу страдальца в виде в дом странника написано что лот он не знал что он взял ангелов в дом он настолько был гостеприимный он тогда же люди отличались одеждой ну по нациям и он видел что странники и он их брал всегда мой он не знал что он в дом был ангелов друзья так и мы у меня дома и буддисты и атеисты и очень частые мусульмане наши братья да и мы им я им проповедую не дела не не просто пустыми словами проповедями а мы стараемся душу наизнанку выворачиваем честно те говорят да не в обиде это у нас я очень во гневе вот такая волнуюсь в гневе таком святом божьим праведным человек ночевал на улице справлял новый год на улице у никого не знал его никто не встречал ему никто не помог очень обидно а сколько верующих церквей рубим ты сказал 250 наших русскоязычных церквей в сакраменто дорогие 0 им цена не обижайтесь я знаю что говорю и за свои слова отвечаю перед богом 0 цена церквям которые не берут владимир ярмалюк берет и церкви поселяет я знаю лишь он там было и людей возила но друг друзья не обижайтесь на меня но делим на или мы можно поселить 500 человек если нет не больше он на замке убрано чистенько и закрытых там для гостей для шашлыков для детского лагеря пару раз в году а люди ночуют на улице друзья это мы так проповедуем слово божье проповедуем красиво в костюмчиках в галстучках да а люди на улице бывают на жаре я забирала под гостиницей на асфальте людей многих на заправке забирала наших эмигрантов мне ночью позвонили что кто-то пошел топиться в сакраменто с моста пару семей им никто не помог я ночью ездила вот муж свидетель мне в час ночи позвонили дорогие стыдно нам если люди ночуют на улице зимою 250 церквей с сакраменто я заметила вот некоторые люди которые я помогала душу выворачивала меня стесняются это как нож в сердце я ни на кому невеста не набиваюсь я мать как мать тереза я замужем меня муж прекрасный его сильно люблю божья любовь это другая тема а исполнять божьи заповеди это надо вот таких людей вот не все христиане примут мусульманина в дом даже не все христиане примут православного в дом а как мы проповедуем делами стыдно нам друзья стыдно я прошлый вторник не прошлый а месяц назад было мне очень больно когда я привезла мигранта он первый раз и ему не сказали не до свидания они не все хорошо просто забрали микрофон потому что он меня хвалил мне очень больно было дорогие очень больно а я лично видела другим парням взял телефон по зале ходит там 10 минут что-нибудь лепечат и вообще не по теме микрофон да а я что сказала и что попало говорит и постеснялись с уважением к нему и не забрали а этот человек может полминуты говорил у него просто забрали микрофон мне очень больно смотрите меня полный дом всегда бывает еще просятся люди и поручитель звонит ищет поручителя да вот пойми поймите молиться и читать библию каждый день это еще не все многое скажет господи господи не твоим ли именем да чудеса творили он сказать отойдите от меня я вас не знал никогда написано что то творит любовь божию в этом слове весь закон и пророки кто кто любовь творит любовь служит людям любовью имением своим душ душой и сердцем он автоматически исполняет весь закон и пророки написано в этом слове только в любви заключается без исполнения всего закона друзья вот видите я расстроена как узнала что человек ночевал на улице оба мере в сакраменто 250 церквей много есть чего сказать но всех прошу подписываться ко мне на канал на youtube где-то мы сейчас нам молимся за исцеление чтоб слава божья была в каждом доме кто меня слушает из друзей из родных всем привет всех люблю обнимаю божьей любовью аминь